Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Если говорить о яблонях, то самые распространенные проблемы, связанные с этим растением, это парша, цветоед, плодожорка, кля и плодовая гниль. Есть и другие, но эти перечисленные встречаются чаще. В марте уже провела первую обработку на яблонях от парши. Дождалась плюсовых температур, а именно температура должна быть выше 5 градусов. Взяла мочевину, приготовила раствор 5% и провела опрыскивание кроны и стволов яблонь. 5% растворы это на 5 литров воды 250 грамм мочевины. В апреле начну защищать яблоню от цветоеда. Что это за зверь такой? Это долгоносик. Яблонный цветоед зимует в верхних слоях почвы, под слоем опавшей листвы или в коре дерева. Затем, как только вокруг яблони растает снег и температура воздуха поднимется выше 5 градусов, цветоед просыпается и поднимается по стволу яблони. И далее сначала питается набухшими почками. Потом откладывает яйца внутрь цветочных бутонов, прогрызая их. И как результат вы, наверное, видели на яблонях, цветы становятся бурого цвета, засыхают, яблоки не завязываются. Это поработал цветоед. Как с ним бороться? Самый действенный, на мой взгляд, способ это ловчие пояса. В этом году попробую сделать пояс из синтепона. Это совсем недорого. Можно найти синтепон по 70 рублей за метр при ширине в полтора метра. В этом году видела ролик в интернете с помощью синтепона. Пытались остановить муравьев. Решила попробовать сделать ловчий пояс для цветоеда. Синтепон, он такой рыхлый и шершавый. Вот остался кусок, что-то шила. Мне почему-то кажется, что сонные жучки не смогут преодолеть эту преграду. Смотрите, допустим, это ствол дерева. Вырезаю прямоугольник шириной 15-20 см и длиной в обхват ствола с запасом. В двух местах этот синтепон привязываю к стволу. И затем опускаю вниз вот такой воротничок. Или уж точно наверняка вот в этом месте синтепон нужно посыпать или обработать какой-нибудь отравой. Самый простой вариант, например, карбофос. Тогда жучки попадут в этот карман и погибнут. Какие еще есть варианты? Можно по земле, вокруг ствола, выложить мат. Например, из соломы. А солому посыпать каким-нибудь ядовитым препаратом. Но у этого способа есть и минусы. Если пойдет дождь, то вся эта химия смоется в землю. Есть еще один надежный, но трудоемкий способ. Под яблоней нужно расстелить кусок пленки или какой-то другой материал. И рано утром, пока цветоец спит, нужно потрясти дерево. Жуки упадут на пленку, их нужно собрать и уничтожить. Но этот вариант не всегда срабатывает. Если на улице очень тепло, то долгоносики, если потрясти дерево, они не упадут, а прилетят на другое дерево. А если провести опрыскивание химическими или биологическими препаратами? На мой взгляд, это пустые хлопоты. Во-первых, долгоносик уже мог успеть отложить яйца внутри бутонов. А во-вторых, ну, потравите вы своих цветоедов. А к вам из соседнего сада снова прилетит целая армия. И есть еще один способ, но не всем он придется по душе. В апреле, как только солнце хорошо пригреет, можно обработать стволы и крону струей воды под сильным напором. Для этого пользуюсь керхером. Это такая мини-мойка или мойка высокого давления, которой моют машины. Струя воды под высоким давлением смоет всех жучков-паучков, они не успеют разлететься. И если пройтись по стволу, то из щелей вымоются вредители, которые незаметны. Было видео, ссылку оставлю в описании. Хотя эту процедуру проводила летом, но смысл все тот же. Очистка ствола. Посмотрите это видео, чтобы представить себе эту картину. Итак, в марте профилактика от парши. В апреле борьба с цветоедом. В мае обработка яблони от вредителей. В первую очередь от плодожорок и тли. От плодожорок ничем не опрыскиваю. Когда начинается лед бабочек, беру тонкие полоски ткани, смачиваю в дегте и развешиваю в крону дерево. Бабочкам этот запах не нравится. И они облетают яблоней стороной, откладывают яйца в других местах. А с тлей борюсь в лице муравьев, обновляя ловчие пояса и другими методами. Но борьба с тлей – это тема бездонная. И это тема отдельного видео. Столько мороки, вспоминается анекдот. Идет заседание колхоза, выступает председатель. В позапрошлом году мы посеяли 60 гектаров пшеницы. Ее съела тля. В прошлом году мы посеяли 80 гектаров пшеницы. Опять все съела тля. В этом году мы посеем 200 гектаров пшеницы. Нехай проклятая подавится. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Посмотрите обязательно видео, как с помощью керхера продлеваю жизнь дереву. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!